И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Сегодня у нас солнышко, морозный денёчек, снежок хрустит. Ну, гаражик пока у нас затопили, немножко обогревается. Ну, а с утра, как всегда, анекдот. Ну, представьте, вечер, ночь. Мужик ловит такси, садится на заднее сиденье, играет такая музыка расслабляющая. Мужик балдеет с задним сиденьем. Это что-то ему приспичило спросить таксиста. Он раз таксиста по плечу. Э, тот, короче, руль бросает, как в дерево, бабах. Врезался, всё, короче, сидит весь в непонятках. Мужик, ты чё? Ну, таксисту. Блин, прости, мужик, извини. Третий день на такси работаю. Ну, а до этого я где работал? Блин, 15 лет на катафалке ездил. Такой анекдот. Ну, а мы начнём тему дня. Итак, заставка. Пошла. Сегодня я постараюсь показать, как зашпаклевать крышу. То есть, урок будет сегодня коротким, ввиду некоторых изменений нашего рабочего дня. Покажу, как зашпаклевать крышу, как затирать. Как вы видите, крыша у нас имеет свою округлую форму. Как бы много меня просят показать, как бампера на углах тереть, да? Ну, как бы бамперов пока у нас нет. Бампер будет именно с этой машины. Я покажу. Ну, скажу так, чтобы люди не заморачивались. То есть, округлую очень легко тереть. И тереть её надо. Ну, вот как у меня пробковый клоцик, да? Клоцик, если... Блин, я уже забыл, как это по-нормальному называется. Короче, платформочка. Брусок. Вот. Вот. И... То есть, трём по тем же правилам. От целой стороны и выводим крест-накрест. Сглаживаем. Потом в конце можно и ладошкой всё это подровнять. Представьте, вот, что вы из пластилина что-то лепите. Вы же закругляете концы, да? Вы же сможете шарик слепить из пластилина. Вот точно так же и бампер. Доверяйтесь своей интуиции. То есть, как вот вы бы сделали, чтобы он был ровный, да? Ну, и по крыше. На крыше мы будем пользоваться рубанком для затирки. Рубанок для таких вещей нужен. Эластичный. Есть рубанки с алюминиевой подошвой, да? Они не гнутся. Есть такой пластиковый. Ну, и на нём прорезиненная подошва. Прорезиненная подошва должна быть плотной, тугой. Есть строительные рубанки, да? Там мягкая подошва. На ней вы не выровняйте плоскость. Подошва должна быть твёрдой. Хоть и резиновой, но она должна быть твёрдой. Рубанки бывают крепятся на липучки. Бывают крепятся с зажимами. Лично я предпочитаю с зажимами. Почему? Потому что на них шкурка недорогая, доступная. Искать её не надо. Размеры выгонять не надо. Сколько она за столько отрезал. Держится она так же хорошо. Но они, по-моему, даже на порядок дешевле. Но тут не в дешевизне. Дело работать с такими рубанками удобней и практичней. Практичней и экономней. Вот а вам насчёт шкурки именно. Не всегда шкурка продаётся. Именно такая, которая вам нужна под рубанок. А обрезать вот это нет. И тем более шкурка на рубанке забивается быстро. Расход её идёт большой. То есть поэтому мы трём и с водой. Крышу мы залили эпоксидным грунтом. Залили её для того, чтобы мы могли смело работать с водой. Ну и сейчас, как видите, крышу мы подготовили. Она у нас вся замотована. Кроме того места, где мы будем и производить ремонт. То есть в этом месте нам сейчас что нужно? Правильно? Набить риску. Для чего набить риску? Правильно. Да? Сам себе задаю вопрос, сам отвечаю. Дед Олег, вообще сегодня не в духе. Ладно. Набиваем риску. Риску нужна нам для лучшей адгезии материала. То есть прилипание материал. Ну и начнём. Ну и по конкурсу. Конкурс, как вы знаете, продолжается. Это видео уже, наверное, будет сегодня последний день по конкурсу. Просьба всем проголосовать на конкурсе. Посмотреть видео по количеству просмотров. Я выберу трёх участников, которые продолжат борьбу в финале на сайте. На сайте я потом расскажу, где это всё выложено будет. Смотрите папочку «Конкурс 2». Смотрите видео, голосуйте за ребят. Подарок будет машинка Риоби, затирочная. Которую мы сегодня вот и замотуем. То есть от дяди Олежи и дяди Толи. Так что просьба проголосовать. Посмотреть ещё раз, какие вам больше нравятся видео. Поставить лайки, комментарии ставить не обязательно. Потому что я их не буду читать. Я буду выставлять на сайте те видео, которые набрали наибольшее количество просмотров. И сделаем опрос на сайте. С первого числа на сайте я выложу конкурсные видео. И будем смотреть. Ну и как видно, вот тут у нас открылся металл. Почему он у нас открылся? Потому что здесь шишечка. Как бы она чувствуется. Берём. Ну вот я сделал из клапана. Чуть-чуть заточил таким тупым концом. И обстукиваем. Обстукиваем не в то место, где у нас сама вмятница. А сначала вокруг Орел. И сходимся к центру. Можно проверить шпателем. Вот так вот шпатель ставите. И по плоскости огибаете его. Вот если можно увидеть, шпатель у нас тут прилегает полностью. И вот где была шишечка, там получается небольшая такая прореха. Ну тут плохо видно, но надеюсь вы поняли. Если у нас бы тут была шишечка, то шпатель у нас висел бы и прорехи были с двух сторон. Ну и таким же макаром с той стороны забиваем всё, что у нас открылось. Теперь берём вот такую шпаклёвочку. Это микрофибер. Вот так она выглядит. Шпаклёвочка в своей структуре имеет стекловолокно. Это стекловолокно не сильно крупное. Есть ещё мельче. Есть вот... По-моему, мельче не знаю, есть или нет. Но есть белая шпаклёвка, там зерно крупнее. Оно на более такие глубокие, большие ямы, которые вы не смогли вытянуть. То есть мы будем пользоваться вот этой. То есть на крыше она даст свою прочность. Она очень прочная как бы шпаклёвка. И первый слой мы наложим ей. У неё тоже очень хороший сцеп с материалами, с металлами. Очень хорошо она держится. Ну и разводим пока. Сначала просто как бы наносим шпаклёвочку, чтобы она у нас была по всей плоскости, да? То есть, чтобы она имела стопудовое прилегание. Не бойтесь больше намазать. В этом ничего страшного нет. Как бы мы её разглаживаем, чтобы оно у нас точно привыкло, пристало к металлу. Чтобы у нас не было больше поклёвка и воздуха. Вот такими прям кусками её накладываем. И с помощью большого шпателя длинного, держи. Растягиваем. Шпатель наклоняем. Вот так, чтобы он полностью облегал крышу. И стягиваем. Первый слой у вас не даст нормально стянуть. Поэтому проходим ещё раз. Вот такими движениями остатки смазываем. И стягиваем ещё раз. Эта работа похожа на ту, что мы с дверкой мучились. Привет, привет. Рации, кто там здоровается. И ещё раз. Несколько раз вот так вот протяните. С первого раза она у вас как бы не затянется нормально. То есть слой у нас первый. Не ожидайте от него чудес. Вот здесь вот у нас мелкие неровности. То есть из-за того, что мы тянем в эту сторону. Здесь надо тянуть в другую сторону. Но если мы будем прыгать из стороны в сторону, мы не там, не там не затянем. Так что сначала мы тянем эту сторону. Ну, можете наоборот в эту, как бы, тут в сути большой не играет роли. И остатками замазываем те места, которые вам ещё надо будет заложить. Как бы, обезжиривать не забываем. Обезжириваем после каждого слоя. Ну, после каждой работы. Для чего? Для того, чтобы у вас не оставалось пылинки, из-за которых потом может не прилипнуть материал. Вот тут я коротким шпателем намажу. Как бы, здесь у нас ещё много работы с этой. И смотрим мелкие неровности, которые вы не прошли, но которые нужно замазать. Ну, примерно вот такая картина получается. Как бы, слой у нас первый. Поэтому мы не переживаем за то, что там некоторые места не заделаны. Это будет мазаться ещё. Ну, и здесь вот точечно я заделал. То есть, сейчас наша задача убрать вот этот первый слой. Сейчас мы ему дадим подсохнуть. Шпаклёвку сразу не сушите феном. Если её сразу подсушить феном, как бы, об этом я уже говорил во многих уроках, но повторюсь, как бы, потому что это важно. Если вы такой слой сразу просушите феном, вы можете подсушить верхнюю корочку и закрыть доступ воздуха к нижней корочке. Она у вас не высохнет. Многие говорят, отвалилась шпаклёвка, отваливается. Потому что просто вы сверху подсушили, а снизу вы не подсушили. А держится-то у нас нижний слой, правильно? Поэтому дайте шпаклёвочке 15 минут, 20, чтобы она просохла сама. И только после этого уже можете помогать феном. Когда она уже войдёт в свою реакцию, активизируется, тогда уже можно подсушить, помочь феном. Ну и как можно увидеть, снова у нас появились вот такие места, то есть, которые нам нужно просадить. Так же, как я вам и показывал в начале урока. Ну вот, как бы мы эти места протопили. И сейчас вот этим грунтом загрунтуем. Так как на сегодня мы уже не будем ничего делать, металл спрячем. Который открылся. Конечно, двухкомпонентный эпоксидный грунт лучше, чем вот этот. Я не знаю, тут в него входит отвердитель или нет. Но, как бы вот для таких работ вполне подойдёт, чтобы прикрыть на какое-то время, да, металл. То есть, для таких мелких работ он очень быстро сохнет. То есть, для таких работ он пойдёт. Дальше, действия по крыше. Уже мы идём обычной шпаклёвкой, вот такой. Ну, это у меня в данном случае новол. Там кто какой пользуется, кто какой привык. То есть, сразу вопрос, почему Олег Новолом, если пользуешься. Не из-за того, что он самый лучший я пользуюсь, да. Не знаю вообще, какую шпаклёвку самую лучшую. По мне так она практически вся одинаковая. Ну, не вся, конечно. Ну, Новол меня устраивает ценой. И устраивает меня доступностью. В чём доступностью? В том, что, ну, в магазине, в котором я отовариваюсь, то есть, практически вся линейка. Ну, вот. То есть, вся она меня устраивает. Хотя и другими шпаклёвками я тоже пользуюсь. Тоже вполне хорошие шпаклёвки. Ну, не в том дело. То есть, вот мы уже перекрываем следующие слои. Идём универсальные шпаклёвочки. То есть, базу мы себе сделали, укрепили. А дальше уже выводим универсальные шпаклёвочки. Как бы крыша у нас получилась, выровняли мы её практически хорошо. То есть, шпаклёвочки уйдёт на неё немного. Пару-тройку слоёв намажем контрольных. И то есть, крыша уже будет готова под грунт. Единственное, что у нас ещё вот... Это я потом покажу. Кому непонятно ещё. Про крышу мы закончим. Видео будет. Ещё тут вопрос у нас с лонжероном. Сегодня будем дяде Васе звонить. Что там у нас с лонжерончиком? Будет он отрезать, не будет. Либо будем этот ещё поправлять лонжерончик. Что не очень. Хотелось бы, конечно, лучше его переделать. Ну, а в конце... Ещё не в конце. То есть, суббота-воскресенье видео по ремонту не будет, так как масла у нас нету. Будем смотреть видео наставления на путь истинный нашего Анатолия. Надеюсь, он исправится. Простим его. Забудем. Поймём. Ну, ладно. Со всеми бывает. Дай Бог, чтобы человек понял. Ещё у меня вот хочу снять. Ну, это так, для пробы. Конечно, в воскресенье будет баечка от дядя Оляжи по работе на севере, да? И попытаюсь снять. Пойдёт, не пойдёт. Если проект пойдёт. Я знаю, как бы много... Многие наши зрители, мои подписчики смотрят с детьми видео, это очень радует. Присылали мне не раз своё видео, как они с детьми смотрят, да? Ну, и специально для детишек сделаю такую рубричку небольшую. Пусть она никому не помешает, и взрослые поприкалываются. Будем читать книжечки на ночь, типа «Спокойной ночи, малышей». Картиночки вставим там. Ну, попробуй оформить. Пойдёт проект? Пойдёт. Не пойдёт, так и пишите, что не надо мешать. Как бы он мешать нам не будет. Общему видео, как вы знаете, все видео у меня по папкам, все рубрики по папкам. Просто у меня будет несколько каналов, несколько рубрик в канале. Вот и всё. Кому неинтересно смотреть, то есть, другие рубрики, у вас есть возможность выбрать ту рубрику, которая вам нужна, за которой вы будете следить. Ну, вот, в принципе-то и всё. Ну, и на пассажок, как всегда. Анекдот! Ну, и анекдот такой. Звонок в милиции. Алло, алло, милиция, да? У меня машину обокрали, всё вынесли, короче. Ну, чё у вас там вынесли? Да и всё, ёлки-палки. И руль, блин, сняли. И магнитолу, блин. Педали и те спилили, блин. Ну, ладно, не переживайте. Сейчас всё будем искать. Сейчас заявление передаём. Положу трубку. Пять минут проходит, опять звонок. Алло, братан! Слышь, ты извини? Чё такое? Да, блин, я на заднее сиденье сел. Такой анекдот. Ну, а на сегодня всё. Всё, надеюсь, что-то всё равно, хоть немножко, но полезное вы почерпнули. Хоть недолгим был урок, да? Но что-то полезное вы почерпнули. То есть папочки я все растусовываю по местам. Скоро сделаю, разделю. Будет много тем, будет много папочек. Но в каждой папочке будут там свои видео, относящиеся именно к этой теме. Так легче вам будет искать. Ну и всех жду на слёте. Об условиях слёта можно посмотреть. Вот здесь, как записаться на слёт. Нас уже много. Так что ждём всех, пообщаемся. Ещё есть... Ну, не буду обещать точно, но прорабатываю. Это будет зависеть от количества участников. Приглашу одну очень интересную группу. Все её знают. Каста такая. Ну, если получится. То есть это не обещаю, но буду работать над этим. Как бы я уже связался кое с кем. Ну, на сегодня всё. Всем добра и бабла. Здоровья вам и вашим детишкам. Не переживайте. Всегда бывают трудные моменты. У нас сейчас вот момент сзади Тули не очень хороший. Об этом, как бы, я сделаю ещё одно видео. И помещу его в свой блог. Как бы будем ставить его на истинный путь. Надеюсь, поймёт. Ну, а не поймёт. Будем прощаться. Такой хоккей нам не нужен. И вы подумайте. Может быть, у вас есть такая ситуация. Подумайте, что лучше. То есть красота вот этой трезвой жизни, да, когда ты занят какими-то делами. Либо помойка. Думать вам. До следующих встреч. Продолжение следует.